Всем привет! Я уже где-то полтора года использую вот этого вот круглого малыша. Это RGB LED светильник Godox R1. Он у меня всегда с собой. В рюкзаке, бананке, чемодане, куртке или даже просто в кармане джинс. Я его использую как с камерой, так и для съемки на смартфон. Его обзор можете глянуть вот здесь, кликнув по подсказке. В этом же видео я расскажу и покажу, как его можно и нужно использовать. А также, что делать, если у вас их сразу три. Напомню, что это RGB LED, а значит может светить любым цветным светом. Или же обычным, теплым или холодным, с выбором температуры в кельвинах. Есть здесь и всякие спецэффекты, но вы вряд ли будете ими пользоваться. Самое необычное, что здесь есть, это конечно же магнитная задняя сторона. Магнит достаточно мощный, а весит кругляш всего 150 грамм. Поэтому отлично держится на любой металлической поверхности. Даже если это узкая полоска металла. Холодильник, вытяжка, батарея, труба, крыша машины, металлические ножки, стеллаж. Вариантов просто тьма. Нужно только включить фантазию. Из-за малого веса, R1 это отличный кандидат на роль контрового цветного или обычного света на всякие хилые журавли. С ним уж точно ничего не завалится от перевеса. Также у меня есть вот такие икеевские прищепки для доски на рабочем месте. И вот даже на ней LED держится. За счет этого я могу прицепить R1 на дисплей ноутбука за любой вообще край. Да даже за штору, если понадобится. В общем икея рулит, но металлические прищепки думаю найдете какие-нибудь другие. Конечно же отличная хоть и не оригинальная идея просто залить фон позади человека двумя противоположными цветами. Так можно создать объем и сделать в целом более интересную фотографию или видео, которые будут привлекать больше внимания зрителей. В данном случае одну я поставил на стойку, а вторую примагнитил к холодильнику. А уже третий с нормальным светом подсвечивал лицо спереди и немного сверху для большего контраста. Получилось клево и что самое главное очень быстро. Кстати, с такой же схемой я снимал свою дочку для анонса ее кулинарного мастер-класса в школе. Привет! У середу будет начаться день кулинара, а я обожнюю готувати смаколики. Запрошу вас на мий майстер-класс, где мы будем готувати ось таких мастер-класс. Естественно, ее одноклассники видос заценили. Папка молодец! Следующий способ это подсветить снизу рабочее место одним цветом и стол или столешницу рядом другим. Не обязательно всегда и везде использовать RGB цвет, но хотя бы для разнообразия пробовать нужно обязательно. Я в своих видео стараюсь регулярно менять ракурс и соответственно делать цветным то полочку, то нижнюю часть стола, то просто светить разными цветами на объект съемки, чтобы по-новому подчеркнуть его форму и текстуру поверхности. Если же говорить про обычный режим света, не RGB, тогда здесь тоже есть большой полет фантазии, куда и как прицепить лампочку или просто положить, чтобы подсветить объект съемки в труднодоступном месте, где привычные большие моноблоки попросту не поместились бы. Также при съемке на смартфон можно просто держать лампу в одной руке, а телефон в другой и снимать во время ходьбы с одинаково освещенным лицом человека, вне зависимости от того, как меняется окружающее освещение по ходу движения. Как вы уже наверное поняли, мне очень нравится Godox R1. Если надумаете все-таки себе покупать его или даже несколько, рекомендую это делать у наших друзей из магазина Kadri.com.ua. Там и гарантия нормальная будет, сервис и цены норм, а с промокодом кадр будет еще приятней. Можете глянуть заодно и на Godox M1. Он не такой компактный как R1, без магнита и рассеивателя, зато чуть мощнее, автономнее и с встроенным кронштейном для освещения сцены под разными углами. Ссылка как обычно в описании. Прыгаем и покупаем свет, которым вы действительно будете пользоваться, а не он будет просто лежать и пылиться на полочке. На моей клетке SmallRig недавно появилась рукоятка с креплением типа башмак, а у R1 есть крепеж в комплекте для установки как раз в него. И вот такая комбинация отлично себя показала на съемке Canon R3, где мне нужно было ночью буквально за пару часов опробовать и отснять новую камеру. За счет смещения в сторону свет не такой плоский как просто в башмаке на камере. Да и в целом для каких-то внезапных включений это отличный быстрый вариант. Еще можно использовать R1 как красивую подсветку в сценах, где вы что-то достаете из холодильника, микроволновки или стиралки. Так вы и себя подсветите правильным светом и предметы, которые достаете или кладете внутрь. Как-то раз я был на презентации новых ноутбуков Asus и там была куча журналистов, которые снимали видео для своих каналов. И естественно все были с камерами, но без света. А у меня как обычно в рюкзаке валяется Godox R1 с самым дешевым пластиковым триподом. В итоге мне удалось снять красивые кадры ноутбуков, используя разные цвета для подсветки разных моделей. Получилось клево и отличалось от всего, что было снято другими участниками. А еще недавно мы ездили в инстамид, ссылка на него вот здесь, если еще не видели. И я кинул сразу две штуки R1 себе в рюкзак. Погода была отличная, поэтому в целом они и не понадобились. Но меня и не коробило, что я их взял с собой, так как они легкие и спину не оттягивают. Зато когда передвигались между локациями на буханке, то сделали мне парочку фоточек с RGB светом. Пристегнув на магниты с двух сторон от меня, благо буханка вся металлическая. Иногда я использую эти ледки просто для подсветки вечером моей металлической столешницы с коробками с разной полезной мелочевкой. И красиво, и действительно удобно. Кстати, на полной мощности на одном заряде R1 работает до полутора часов. А вот на минимальной для Ambien подсветки кажется она может работать вообще вечно. Когда не хватает мощности, я снимаю рассеивающий колпачок. Свет становится чуть жестче, более направленным, но и толщина значительно уменьшается до действительно карманных размеров. В случае статического использования на длительных съемках, приходится втыкать шнурок Type-C и запитываться от розетки или пауэрбанка. Уже не так мобильно, но главное, что есть такая возможность. В общем, эта штука в хозяйстве крайне полезная и я бы даже сказал незаменимая. Наверное, это самое эффективное и правильное вложение средств в свет и всего света, что у меня вообще есть. Надеюсь, вам понравился такой более творческий, чем технический формат видео, где я на конкретных своих примерах показываю, как я использую гаджет. Если это так, подтверди это лайком под видео, комментарием и расшарь это видео в какой-нибудь из своих соцсетей. А если ты здесь впервые, то обязательно подпишись и включи уведомления о новых видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!